Всем привет, это просто блог и на сей раз я хочу поговорить о нескольких вещах, которые меня лично волнуют и которые связаны с каналом. Начинаем! 5 лет назад началась разработка Стебринского трамвая в трензе в конце 2015 года. В январе 2016 на моем канале вышло первое видео про него и там конечно было ну такое себе качество, но все же начало было дано. Потом постоянно изменялись там планы, какие-то новые линии добавлялись, какие-то проектируемые линии убирались, затем началось строительство окружения, потом опять какие-то новые линии, в общем так все продолжалось с порой довольно ощутимыми перерывами в работе, по полгода даже доходило. И в итоге я думал доделать еще до сентября 2019, тогда не успел, два раза у меня слетала карта благодаря глючному трензу и какими-то багами с автосохранениями, но так или иначе 9 августа произошел пререлиз карты Стебринского трамвая. Почему пререлиз? То есть я решил это называть не релизом как таковым, а пререлизом. Дело в том, что вот эти вот пару недель я буду собирать какую-то там информацию, какие-то недочеты может быть там критичные, если есть они. То есть я не спорю. Я все-таки живу в городе, где трамвая нет, поэтому что-то вот какие-то такие технические аспекты я могу не знать, поэтому уж не обессудьте, я решил так вот сделать как открытый релиз. Дело в том, что по сути закрытое бета-тестировали. Оно, ну как вам сказать бы поточнее, но не скажу, что сорвалось, то есть оно проходило, но не в таких масштабах, которых я ожидал. То есть я думал, что все же больше народу к нему присоединится, но что было, то было. К сожалению, вот так вот. Поэтому я решил все-таки провести, выложить карту всеобщий доступ с целью посмотреть, что вообще пойдет, какие-то там паки. В общем-то ссылка на скачивание будет в описании и ссылка на группу Себринска также будет в описании. То есть если какие-то там отсутствующие куиды или там критические недочеты найдете, пишите все туда. Естественно, я это читаю не постоянно, то есть там где-то раз в день заглядываю и что-то там, если есть, то обновляю. Второй момент. Если кто читал наш паблик СТВ, если вы на него каким-то образом не подписаны, то подписывайтесь, то те наверняка знают о планах наших выпустить такой вот гид по рязанскому транспорту под названием «Спутник Рязани». Выглядеть он будет примерно вот так вот, то есть вот такая вот книжечка, но скорее всего в продаже она будет немного по-иному выглядеть, то есть тут основа все-таки вот эти схемы. Потом тут есть информация о том, на чем можно доехать, до каких мест. Потом информация про транспорт с таблицей, с расписаниями. Тиражи будут ожидаемы небольшими, потому что нету больших у меня денежных средств на то, чтобы выпускать это прям большими количествами. И возможностей тоже все это реализовать тоже нету. Но ожидаем будет минимум две точки, где «Спутник Рязани» будет продаваться. Ну и естественно, опять же, следите за обновлениями в нашей основной группе СТВ. Там я буду публиковать информацию, где все это будет продаваться. Ну и также непосредственно в нашем паблике тоже будет возможность купить... Ну и еще один такой момент, мимо которого я не мог пройти. Это история со скейт-парком Центральный парк культур отдыха, который получил свое продолжение. Я начнем с того, что нашел-таки этот несчастный скейт-парк. Дело было вот буквально 9 августа. Хотя он был вроде бы как огорожен какой-то такой сеточкой, на нем была просто толпа людей, человек, наверное, 40, если не 50. И большая часть каталась. Что самое печальное, произошел в этом скейт-парке несчастный случай, который СМИ растиражировали. Ну и в общем-то, если так почитать, то поаплодировать можно буквально всем. Начнем с подрядчика, который, во-первых, он анонсировал, что за пару дней там все исправят, все дефекты. А во-вторых, они оградили ремонтные работы буквально сеточкой высотой в полметра. Ну что это за... что это такое? Потому что это место опасное, как показала практика и теория, в общем-то, тоже на это намекала. То есть находиться там небезопасно было, логично было это оградить. Я, конечно, не предлагаю делать саркофар, как будто это ядерная бомба, но все же, ну и не сеточка высотой в полметра. Ну это ничто, все же. Но самое интересное, что у подрядчика есть вообще возможность копаться, даже не то что неделю, а до конца сентября, потому что срок окончания работы официальный какой-то там сентября 2020. Соответственно, возникает вопрос, зачем нужно было торопиться, сдавать ко дню города. Лучше было бы реально сдать в конце сентября, но качественно. А возможность у подрядчика и у администрации была так поступить. Зачем нужно было открывать ко дню города там, выдавать это как будто за какой-то подарок, хотя это на федеральные деньги делать по федеральной программе. Ну совершенно непонятно, какой-то вот, как я уже, по-моему, говорил, такой советский принцип сдать там годовщине октябрьской революции, только теперь ко дню города. Ну зачем? Можно было сдать качественно, но позже. Вполне это укладывалось в расписание. Молодцы, конечно, дети их, которые пошли на закрытый и потенциально опасный объект. Был скейт-парк закрыт на ремонт по причине нахождения дефектов, но дети туда пошли, родители это не проконтролировали. А в итоге средства массовой информации, СММщики еще написали, идите-ка вы с такими подарками, при том, что официально этот подарок был закрыт на ремонт. Ну тоже, конечно, журналисты постарались. В общем-то, история со скейт-парком печальная, но вляпались в это буквально все. Так что вот на этой грустной ноте, пожалуй, я и закончу этот просто блог. В ближайшие дни выйдет, наверное, что-то по поводу рязанского транспорта. Давно я что-то такого не выкладывал. Сравнение общественного транспорта Рязани и чего-то будет ближе уже к концу этой недели. Но на этом все.